Даниэль, добрый день. Вы уже около месяца руководите Краснодаром, но все еще очень интересно, почему вы выбрали именно Краснодар. Были ли у вас другие предложения? Буду честен. Краснодар не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии. Я работал пять лет в Англии, в том числе в АПЛ. И наверняка мало кто ожидал увидеть меня в России. Но я никогда не стремился стать одним из сотни тренеров, которые выигрывали с определенным клубом какой-нибудь один из 47 титулов. Я всегда был заинтересован в достижении чего-то особенного и работе в любопытных проектах. Признаюсь, что я не сразу принял приглашение Краснодара. Не было такого, что мне позвонили, и я сразу побежал собирать вещи. Я сел изучать клуб, и когда получил достаточной информации, то согласился на работу. Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакомы РПЛ и Краснодар. Меня встретили очень тепло. Я получаю огромную поддержку от всех, кто причастен к Краснодару. И все указывает на то, что я сделал верный выбор. К 2018 году президент Краснодара Сергей Галецкий сказал «Я не хочу Тухелей или других иностранцев». Выходит, вы повлияли на то, что президент клуба изменил свое мнение. Чувствуете ли вы ответственность за это? Я не знаю причин, по которым он так сказал, но отмечу, что наш первый разговор с ним был отличным. Почему клуб выбрал именно меня, лучше спросить у него. Я лишь благодарен Краснодару за то, что мне доверились, но я должен дать что-то взамен. И с первого дня работаю ради этого. В целом, как часто вы общаетесь с Сергеем Галецким? Он самый важный человек в клубе, ведь он его основал. Прекрасно для города, для тысяч семей, что в Краснодаре есть такой клуб. Он владеет им и определяет направление развития Краснодара, его философию, ценности. Я пришел сюда для того, чтобы помочь ему развивать клуб. Конечно, у нас налажено общение. Он регулярно показывает то, насколько ему небезразлична команда. Он прекрасно разбирается в футболе, приезжал к нам на сбор. Конечно, мы периодически беседуем, и из общения с ним можно многое почерпнуть. Я верю, что узнавать новое можно не только у других футбольных тренеров, но и представителей других видов спорта и даже сфер. Между футбольным клубом и футбольной командой не только тесная связь, но и параллель. Он руководит большим числом людей, ведет их к успеху. И мне тоже стоит у него поучиться. Вы обратите ситуацию, при которой кто-то из руководства клуба попросит вас выбрать определенную тактику на конкретный матч или поставить в основу какого-то футболиста. Как вы отреагируете? Нет, такое никогда не произойдет. Я здесь, чтобы руководить командой. Со мной подписали контракт, потому что в клубе считают меня специалистом. И в вопросах футбола окончательное слово будет за мной. Но я замечу, что футбол – это не шоу одного человека. Очень важно постоянно поддерживать общение и с другими людьми. К примеру, я постоянно узнаю мнение своих ассистентов и взгляды на различные вещи. И это касается в том числе новых для меня членов тренерского штаба – Артема Поправкина и Алексея Антонюка. Если ты сильная личность, то ты не должен бояться опрашивать других людей. Но нет сомнений, что именно я принимаю решения по команде. И я никогда не приму тех вещей, о которых вы спрашиваете. Сергей Николаевич Галецкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это вообще реально? И если реально, то когда это может случиться? Когда я пришел в Норвич, клуб страдал от серьезных финансовых проблем. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят. И я решил сразу их привлекать к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники Норвича. И клуб заработал большие деньги на продажи игроков. Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо, это подчеркивает его идентичность. А болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас. С 11-18 летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Так что очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами. И в клубе это знает каждый. У Краснодара блестящее будущее и настоящее. Он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды. Но давайте честно. Невозможно, чтобы каждый год по 6-7 игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв. Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста. В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная. Но при всем нужно соблюдать баланс. Галецкий осенью сказал, тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль. Когда мы приглашали Виктора Гончаренко, мы на эту тему волновались. Я ему сказал, вы лучше больше проиграете, но играете в атаку. Вот вы разделяете мнение о том, что стиль важнее результата. Не в моих правилах комментировать работу предыдущих тренеров команды. Но я должен сказать, что я принял футболистов в хорошей форме. Ребята отлично подготовлены, у них все в порядке с настроем, и в этом в том числе заслуга Виктора. Могу лишь выразить ему благодарность. Еще я хочу сказать, что Краснодар – молодой клуб, но при этом он сделал огромный прорыв за полтора десятилетия. Здесь замечательная атмосфера, инфраструктура, стадион, Академия. У этого клуба есть все для того, чтобы быть успешным. Краснодар уже не раз играл в Европе, в том числе в Лиге чемпионов. Я не прихожу сюда с мыслью все поменять и рассказать, как устроен футбол. Мне очень нравится, что у клуба есть собственная философия определенной ценности. Это одна из причин, по которым я подписал контракт с Краснодаром. В современном футболе не так уж часто встречается в клуб, у которого есть своя философия. В большинстве случаев клубы сфокусированы на том, чтобы побеждать в каждом следующем матче, и все. Важно, что у клуба есть четкое видение того, какой должна быть игра команды. Думаю, что раз у него есть философия, значит нужно назначать разделяющего ее тренера. Я понимаю, как должен играть Краснодар. Этот проект мне подходит. Но это все лишь теория. Самое важное – перенести все это на поле. Я осознаю, что у клуба высокие ожидания от моей работы, и я готов помочь Краснодару сделать следующий шаг. Будет прекрасно, если все вместе мы достигнем этой цели. Ваш предшественник Виктор Гончаренко был сторонником длинных передач. Вы любите играть короткими и делать ставку на владение. Тяжело ли переключить мышление футболистов от одной тактики к другой? В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким и при этом сохранять стойкость и верность своим принципам. Нельзя менять абсолютно все после поражений. Как и нельзя кричать, что все великолепно после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому. Иногда кто-то побеждает просто паркуя автобус. Но моя команда никогда не будет так играть. В Норвиче у вас в чемпионшипе английской премьер-лиги игровой стиль вашей команды называли фаркиболом. Когда вы сформировали его принципы? Тогда в Англии или еще гораздо раньше? Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли. В английской премьер-лиги мой Норвич играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли. Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти. Моя философия и сейчас продолжает формироваться. Я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться. Мурицо Сарри признавался, что он не понимает термина Саррибол. А вам вообще он нравится термин Фаркибол? Да, это забавное название, которое появилось в Норвиче. Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его Венгерболу. Арсенал при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда. Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в Норвиче. Я в Краснодаре и хочу сделать его лучше. В 2017 году в чемпионшипе вы играли против Хал Сити Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч и что в целом происходило после игры? Да, помню. Слуцкий – легенда здесь. Он поехал в чемпионшип с отличным резюме. Это был его первый зарубежный сезон. В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий – один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в Норвиче. Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге. 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня. Почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ. Хал в предыдущем сезоне вылетел в чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение. Игру с Халом я тоже помню. Команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, и нам повезло сравнять счет на 90 и плюс 6 минуте. Игра завершилась ничью 1-1. Ваше назначение породило дискуссию на тему того, какая лига сильнее – чемпионшип или РПЛ. Как вы думаете, и кто бы выиграл больше матчей из десяти – Норвич или Краснодар? Будет неправильно отвечать на этот вопрос в тот момент, когда я не провел еще ни одного официального матча во главе Краснодара. Лучше спросите меня об этом по окончании сезона. В обеих лигах есть отличный тренер, прекрасные игроки. Норвич сейчас в АПЛ, в лучшей лиге мира, где огромное количество матчей. Но это совсем не значит, что он выиграет во всех десяти матчах против Краснодара. Один из сильнейших игроков Краснодара – это, безусловно, Матвей Сафонов, номер один в сборной России. Давно ходят слухи о том, что он может приехать в Европу. Но, на ваш взгляд, готов ли Сафонов уже сейчас играть в АПЛ или, может быть, в другой топ-лиге? Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком. Ведь это увеличивает давление публики. Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов. И юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую. Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял – он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу. На мой взгляд, Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса. И у него для этого есть все данные. Я счастлив, что у Краснодара есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним. Юрген Клопп недавно сказал, если бы я оказался на необитаемом острове, то взял бы с собой Пеппа Гвардиоу и Даниэля Фарки. Мне нравится Даниэль, а Пепп меня вдохновляет. Даниэль, вы действительно так хорошо знакомы с Юргеном и насколько часто общаетесь? Юрген – фантастический человек, и у нас отличные отношения. Но играть против его команд всегда очень тяжело. Не секрет и то, что Пепп – мой хороший приятель. Мы не раз лестно отзывались друг о друге в прессе. Но я не склонен преувеличивать важность этих связей. Да, я хорошо знаю Юргена, Пеппа, Томаса Тухеля, но это не значит, что я тоже тренер мирового класса. А что бы вы делали на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой? Думаю, с Пеппом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы. А с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива. Общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, а я должен стать тем, кто вернет их на землю. Вы вообще общались с Клоппом или с Тухелем после вашего назначения в Краснодар? Мы с ним на связи. На самом деле, меня слегка смущает то, как широко обсуждают мои взаимоотношения с ними. Клопп и Тухель далеко не единственные тренеры, с которыми я близко знаком. Просто другие работают не на таком высоком уровне. Было приятно работать в Англии. Но я с нетерпением жду и игр против российских тренеров. Например, против того же Леонида Слуцкого. Ноличок команды защитников Униороломса сказал, что хочет выиграть титул с Краснодаром. А есть ли у вас конкретная цель на будущее, а не на этот сезон, а на следующий день? Не думаю, что уместно с пятой позиции заявлять о борьбе за чемпионство. Нужно приземленно смотреть на вещи и концентрироваться на том, что делаешь. Конечно, у клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, и я знаю, каково это. Не так важно борешься ты за первое место в четвертой биге Германии, АПЛ или Российской Лиге. Процесс всегда одинаковый. Нужно выработать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой. Конечно, я буду рад сражаться за титул, но я не вижу пользы в том, чтобы постоянно говорить о намерении выиграть его. Если ты заслуживаешь победу, то она к тебе придет. Это не работает так, что ты постоянно твердишь о чемпионстве, и оно к тебе приходит. Слишком рано говорить на эту тему, но я еще раз подчеркну то, насколько амбициозен клуб. И я здесь не для того, чтобы биться за место в середине таблицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова